Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Redcon. Ну что ж, поехали! Небо заслонили вечные пылевые бури, океаны заполнены ядом, земля усеянная неразорвавшимися снарядами. Целое столетие наш мир был объят войной, но мы выстояли. Все страны объединились под началом императора, создавшего процветающее государство. Все, кроме одной. Страна мятежников Крюкс поливает наши города смертоносным дождем снарядов. Под командованием генерала-предателя Кранца армии Крюкса без устали обстреливают нас. Наш ответ – война. Форты бесстрашных командармов по всей империи обратили свои могучие пушки к границам Крюкса. Хм, интересно. Так, пушка Василиск. Так, погоди-ка. А это пушка Василиск-2. Это обычные. Сражение. Цель задана. Пушки готовы к бою. Выберите пушку, затем выберите вражеский отсек в качестве цели. Так, предположим. Сюда. Так. Выбрав пушку с помощью кнопок о верхнем левом углу крана, переключайте различные виды стрельбы и типы снарядов. Двойной выстрел. Шоковый снаряд. Ну, не знаю. Давай двойной выстрел поставим. Там кто-то бегает, чинит что ли, я не могу понять. Ну, мы сейчас разнесем в хламину. Так, а тут, по-моему, уже все. Комнатки крышка. Давайте, ребята, наверное, вот эту нижнюю комнату будем бомбить. Двойным выстрелом, пожалуйста. Так, а этот тут чинить стал, да? Но одна-то пушка у нас до сих пор сюда бомбит. Так что сейчас будет все тип-топ у нас. Так, это у нас прочность, это энергия, а это боеприпасы. Слушай, по-моему, тут больше некому ничего чинить, поэтому давай все пушки будут стрелять сюда, по низу. Но выжившие не обнаружены. Отлично, господин Командарм. На базу отправлен разведотряд, чтобы собрать данные о Крюксах. Господин Командарм, в строй введена подземная система радаров. Интересно, зачем Крюксы проникли так глубоко на территорию, контролируемую государством за тысячи километров от передовой? Надеюсь, разведотряду удастся. Мы попали под шквальный минометный огонь, а не наступает с востока. Сержант, придерживайтесь задания, мы разберемся с противником. Он даже как. Так, ну что, ребята, сражение. Нажмите пробел, чтобы приостановить время и используйте активную паузу, чтобы отдать несколько приказов одновременно. Нажмите клавишу F, чтобы ускорить время в два раза. Так, ну что же, на паузу. 973-я вспомогательная батарея легкой артиллерии. Короче, давай с тобой выберем вот так. Вот так. И еще раз вот так. Ну-ка посмотрим, что у нас из этого получится. А, мы еще снаряды с тобой забыли поставить, да? Давай-ка двойной выстрел. Двойной. И здесь тоже двойной. Ё-моё, нифига тут гаубицы наяривают. Чувака-то в хлам разорвало. Так, переключаемся на следующую. Давай-давай-давай-давай, расстреливаем ее. Хотя можно все пушки, я думаю, переставить. Ну. Так, тут двойные снаряды, двойные. И тут везде двойные. Так, стреляем тогда по верхней гаубице. Давай, ревитульки. Так, АФ у нас ускоряет. Угу. Отлично. Нам стало известно, что враг планирует отключить защиту дамбы Дамокл. С помощью какого-то, эээ, электромагнитного оружия. Остальные файлы зашифрованы. Ну что же, победа за нами, пока все неплохо. Сообщение из научного корпуса. Захвачен испытательный полигон электромагнитного оружия. Повстанцы из Крюкса завладели нашим секретным прототипом электромагнитного бластера. Необходимо отбить его Господин командар, я мобилизовала аэродром, как вы приказали Мы должны штурмовать врага, пока электромагнитный бластер не парализует нашу базу Ну что, сражение? Дирижабль должен прибыть через 20 секунд Сержант В полной готовности Как только вы забросите нас к врагу, мы пойдем в любую атаку и захватим пушку Когда дирижабль будет готов, вызовите его, нажав кнопку в верхнем правом углу экрана Так, дирижабль Ага, вот он Вызвать А больше у меня ничего нету, никаких пушек, да? Окей Давай, сейчас приготовим с собой дирижабль и будем нападать Вызываем Прикажите солдатам погрузиться на дирижабль Ага Можно выбирать солдат и отдавать им приказы Чтобы собрать нескольких солдат, обведите их Солдаты в этом отсеке отображаются также в верхнем левом углу Так, выберите отсек или дирижабль, чтобы послать туда солдат Выберите дирижабль, затем выберите Вражеский отсек в качестве цели штурма Ну, давай вот сюда, например А где? Ага, вот он, дирижабль Я думал, исчез уже куда-то И что у нас получается? Ага Ха, ничего себе, там пол ломают Смотри Отбойными молотками Так, а вниз-то вы блудите? А, мне нужно самому вас отправлять вниз Давай Угроза устранена Прототип сохранности? Эээ, да, не царапины Так, ну это, я так понимаю, ребята, у нас пока обучение с вами идет Победа Завоевание дает дополнительные деньги Что это? Я засекла запуск множества ракет по всему сектору Похоже, крюксы пытаются взорвать дамбу Даже без электромагнитного бластера Старший лейтенант Белла Уоррен Службе безопасности дамбы Дамокл Передаю вас в распоряжение командования Чего крюксы пытаются добиться? Затопить пустыню водой из водохранилища? Они смогут лишь затопить Помпеи Кручный городок ниже по течению Кто-нибудь знает, что там в Помпеях? В Помпеях казино, мэм Первоклассное и очень дорогое Не представляет стратегической ценности Не важно Происходит что-то важное А нас держат в неведении Будем надеяться, что аналитики Вовремя расшифруют разведданные о крюксах Так, что у нас здесь, друзья мои? У нас есть осадный миномет Также пушка Василиск Центр управления обороной Это у нас главный компьютер оборонной сети Управляет всеми подключенными противовоздушными Противоракетными и противоартиллерийскими установками Мощные процессоры молниеносно просчитывают Контрмеры против вражеских атак Оператор на пульте управления Значительно улучшает работу всех оборонительных установок Последующее улучшение повышает прочность И снижает потребление энергии Вот оно как В мире, где опасность скрывается за завесой Из домовых облаков Пылевых бурь и грозовых фронтов Где не прекращаются Артобстрелы постоянно трансформируют ландшафт И тропосферу Определить дислокацию врага можно с помощью радаров и сонаров Система раннего оповещения предупреждает О целях вражеских снарядов Отсеки под угрозой мигают красным цветом Баллистический радар дает надежные данные Для наведения артиллерии Повышая ее точность на 5% Оператор анализирует показания Что повышает точность еще на 10% Последующее улучшение повышает общую точность Ну что, давай начнем сражение тогда Используйте альтернативный режим обстрела Вражеской пехоты Контузьте вражеских солдат Шоковыми снарядами И добивайте осколочными бомбами Вот даже как Так, погодите Давай-ка на ползу нажмем Это у нас что такое? Ракеты по ходу дела, да? Ну давай вот так, наверное, с тобой сделаем Пока А здесь Вот так Окей Давай проверим, как это будет у нас работать Ага Сейчас мы должны этих контузить Идут, идут, бегут, чинить, смотри Ну уж нет, ребятушки Ну уж нет Во-во-во-во-во, ракеты полетели Так, а у нас здесь Отлично Так, мы этих-то убьем с тобой, солдатиков, или как? По идее, да Должно получиться у нас с тобой здесь все Они контужены тут, солдатики-то эти Так, я вот думаю, если мы с тобой вот Вот эту пушку тоже бомбанем Это же будет круто Ну-ка Последний солдатик здесь остался Мы его должны, по идее, уничтожить Все, друзья мои Солдатика больше нету Поэтому мы можем с тобой спокойненько бомбить вот эту вот минометную установку. Разнесли. Так, следующую берем с тобой вот эту вот ракетницу. Слушай, ну вот эти вот минометки, конечно, ты посмотри, сколько они урона наносят. Офигеть. Правда и промахиваемся иногда. Но это не страшно. Так, дальше давай вот эту вот подбивать. Я не знаю, нужно ли вот эти вот здания внизу, которые или нет, подбивать. Пушка Василиск. Да, урон, конечно, 12, а у гаубицы не успел посмотреть. Да, ребята, вверх ты только подбиваешь и все. Отличный фейерверк, командарм. Я отправляю технический корпус расчистить и подремонтировать базу. Вы можете использовать эту пусковую площадку против повстанцев. Повышение уровня 1. Кто-то выходит на связь. Это нестандартные позывные. О, боже. Приветствую вас, лейтенант Белла Уоррен. Мне очень приятно с вами познакомиться, но боюсь, у нас очень мало времени. Свяжите меня со старшим позванием. Э, господин командарм? Да, вы, господин командарм. Вы, возможно, знаете меня только как предателя генерала Кранца, лидера мятежного Крюкса. Но, уверяю вас, я вам не враг. Человечество стоит на пороге Великой Победы, и единственное препятствие это вы. Поступите правильно, уйдите прочь с моего пути. Я должен взорвать эту проклятую дамбу. Фига ты, парень. Губюшки-то раскатил. Хе. Ничего, я не буду уходить. Вероломное нападение. Это суперпушка. Нам конец. Нет, если мы уничтожим ее энергоблок. Энергоблок. Вот он, друзья мои. То есть нам нужно его уничтожить, да, в первую очередь? Ладно. Делаем с тобой вот так. Кстати, что у нас тут? Осколочная бомба, да? Светошумовая бомба. Шоковый снаряд. Пускай строчит сюда. Ну что, проверим? Как у нас с тобой это будет работать сейчас? Ну-ка. Ага. Давай, давай, давай. Там оглушили, да? Правильно, так им. Ремонтирует. Смотри, что делает. Слушай-ка, я думаю, что можно сейчас переключиться на что-нибудь другое, да? Например, вот сюда. Попробуем уничтожить с тобой вот это здание. 31% правда попадания, я так понимаю. Эти тут у нас в шоке, да? Ох ты, он там тушит, смотри. Пожар. Все они стали тушить. Блин, я промахиваюсь. Вот здесь вот я вообще не могу попасть. Хм. Так, а это, кстати, пушка третьего уровня, да, прикинь? Сейчас. Тут осталось, ребята, совсем маленькое. Уже покраснело, видишь? Да что ж такое-то, очень много промахов. Давай-ка на F. Двойную скорость. Промахиваемся и все тут. Хоть тресни. Ага. Попал. Опять промахнулся. Слушай, может быть нам проще вот эту пушку уничтожить? Давай-ка мы поменяем с тобой приоритеты. А, все? Отлично. Что? Нам что, удалось? Мы смогли уничтожить суперпушку Тайфун? Дамба. Дамокл цела. И еще аналитики расшифровали все файлы разведанных о Крюксах. Генеральный секретар империи Император Орбис Рекс Архимаршал Унификатор Господин Командарм Эти файлы это данные секретной службы о маршруте нашего императора Грима. Тут сказано, что император сейчас находится в городе Помпеи чтобы в неофициальной обстановке сыграть в карты с членами Верховного Командования. Наводнение погубило бы их господин Командарм вы только что спасли империю. Ремонт закончен. Орудия исправны. База должна устоять. Технический корпус закончил. Отлично. Теперь зачистим сектор от оставшихся Крюксовских террористов. Крюксовских террористов? В пустошах обнаружены тепловые следы это Крюксы. Кто еще будет прятаться в этой грязи? Убивайте вражеских солдат, чтобы получить дополнительный опыт. Так, на паузу. Что у него? Раз, два, три, четыре, пять. Пять пушек. А у меня раз, два, три. У меня четыре всего. Но у меня есть радар и есть склад боеприпасов. Он что делает? На разбросанных по всему миру подземных заводах миллионы гражданских рабочих без устали трудятся день и ночь, чтобы имперская артиллерия не затихала. Боеприпасы поступают на механизированные склады, откуда быстро распространяются по всем работающим артиллерийским участкам в форте. При недостаточных поставках боеприпасов общая скорость стрельбы может упасть до 75, 50 и даже 25 процентов. Уничтожение склада боеприпасов повлечет пожар. Склад боеприпасов увеличит их количество на пять. Два работника значительно ускоряет работу склада. Каждый работник увеличивает количество боеприпасов на пять. Все, понятно. Короче, давай начнем вот с этой, на пушке с тобой. Хотя... Ну да, с этой, да? Начнем. Здесь мы сделаем с тобой шоковый снаряд, пускай сюда стреляет. А здесь двойной выстрел. А у этих осколочная бомба. Пускай просто бомбят. Ну че, поехали, посмотрим. Так, их здесь двое, да? Промах? Ох ты, ничего себе бомбит. Так, друзья, одну штуку мы уничтожили. Давай, наверное, теперь вот эту вот верхнюю. Так, ты у нас будешь стрелять шоковым снарядом. Сейчас ваше оружие требует больше боеприпасов, чем производится. Что за... Это замедлит перезарядку на 25%, 50 или 75, в зависимости от уровня нехватки боеприпасов. Уменьшите расход боеприпасов, чтобы повысить общую скорость стрельбы. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте-ка солдатики чините. Твою налива, а? Ну, будут... Так, уничтожили, по-моему, да? Окей. Так, следующее, что мы с тобой? Наверное, вот эту вот возьмем. Установочку, да? Да, мы с тобой вот эту установку сейчас будем бомбить. Эти пока тут у нас в шоке будут пребывать. Твою ж налива, уничтожили, а? Ты посмотри, вторую пушку, ребята, уничтожили мне. Так, быстрее чинить. Так, чувачок, ты тоже иди чини. Блин, промахиваемся, промахиваемся. Почему так много промахов, а? Потому что радар, видимо, да, ребята, мы убрали с тобой человечка оттуда. Окей. Так, ты у нас что там делаешь? Ты бомби вот сюда, вот, елки-палки. К примеру, сделаем так. Так, а вы, ребятушки, давайте, наверное, вот сюда вот бомбить еще. попробуем уничтожить эту гаубицу. Так, ты стреляешь сюда, ты стреляешь сюда, отлично. Мы этих будем с тобой постоянно оглушать, чтобы они не ремонтировали. что-то у нас тут промахи какие-то очень частые, посмотри. Блин, сейчас уничтожат же меня, а? Давай, давай, на починку, на починку иди. Так, мы уничтожили, да, получается? Остается один. Одна пушка? Вот это вот, посередине. Давай-ка по ней сделаем, чтобы атаку и на F нажмем, чтобы ускорить. Ну, достался там чуть-чуть, господи, ну, есть. Так, а этот чинит. Давай сюда. Слушай, подожди, а на чем он живет? Тут же все уже уничтожили бы. Во. Господин командарм. Почему командарм? Давай просто командир. Кто-то выходит на связь. Все остальные каналы отключились. Это канал, думаю, я думаю, это император. Вот вы где. Мой отважный командарм. Вы очень кстати избавились от этих паразитов. Если бы дамба рухнула, знаете, в картах это называется рояль флэш. Видите ли, я играю в карты с моими генералами и все время выигрывал. Старые дураки поддавались мне нарочно. Я чуть не погиб в комнате полный генералов, которые любят проигрывать. К счастью, подоспели вы. Благодарю вас, командарм. Я пристально слежу за вами. Это... Это был сам император? Никто в это не поверит. Простите, господин командарм, возобновляю сканирование. Так, ну что, следующее сражение у нас. Вражеская артиллерия ведет шквальный огонь. Подлей крюксы лезут отовсюду, как тараканы. Никакой им пощады. Так, тихо, подожди-ка, паузу, паузу, паузу. Это что за пушка? Ну-ка, давай-ка мы с тобой ее нахлобучим. Так, здесь мы поставим еще шоковый снаряд, чтобы ее не чинили. Так, и... вот так сделаем. Поехали, посмотрим, что у нас из этого получится. Так-так-так, сейчас мы эту пушку с тобой ушатаем. Ну, есть контакт. Так, теперь возьмем вот эту вот гаврицу на обстрел. Оу! Смотри-ка, мне сломали пушку, друзья. есть, разнесли. Так, ты куда стреляешь? Сюда. Давай-ка вот так вот, шоковую гранату. Так, гаубицы. Давайте вот эти вот пушки. Эту и вот эту. Вот так вот сделаем. Так, а здесь-то у нас ничего не чинят. Быстренько, солдатики, быстро чинить вот эту вот. Так, я не понял. Ты что проклаждаешься? Говорю, чинить. Ну, тут остался совсем немножко есть контакт. Так, гаубица, давай вон туда бомби. Так, мы не дадим им ничего тут построить, восстановить. Этих мы постоянно с тобой оглушаем. Ага! Туда снаряд, давай. Бежит, 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 ахламон. Подожди, а почему гаубица у меня бомбит сюда? Вот сюда же, говорю же, стреляй. Вот вдвоем они сейчас должны быстренько разобрать. Да, блин, промахи. Че так много промахов? Ну-ка, F, ускорим с тобой. 65% попадания. Я, кажется, знаю в чем дело. Так, родной мой, иди-ка туда. Так, остается уничтожить, видимо, радар. Попробуем с тобой радар бомбануть. Ох, тихо, этот практически починил тут. Я этого не должен позволить. Так, и смотри, что делает. Вот этот хочет починить здесь. Надо срочно шоковую эту гранату бросать сюда. Че за дела-то? Эй! Он же сейчас починит. Блин, починил. Прикинь, пушку, а? Фига там бомбит. Так, сейчас мы его разнесем. Давай-ка мы с тобой двойной снаряд вот сюда отправим. гаубицы. Давай вот тут последнюю у нас радарная установка. Е! Готово. Глубокое склонирование не показало больше сил повстанцев. Сектор чист. гаубицы. Да ладно. Новый бонус. Взрывающие... Че? Взрывозащитные двери? Так, замедляет на 15% распространение огня по форту. Новый форт. Форт хищник. Покорите весь мир. Повышение уровень 2. Так, штурмовая пушка гидра и осадный миномет Талос. В безопасных секторах вам нет смысла оставаться командарм. Отправляйтесь на передовую. Пришло время положить конец восстанию крюксов. Я начинаю новое наступление. Получен приказ о переводе. О, ужас, только не на передовую. Довольно рядовой. Форт хищник. Цитадель времен унификации прямо на границе с Крюксом. Форт был консервирован 20 лет назад. Теперь он снова послужит империей под вашим командованием. Мы можем изменить и обновить форт согласно вашим указаниям, господин командарм. Нажмите кнопку изменить в верхнем левом углу экрана, чтобы купить новое оружие и снаряжение. Перетаскивайте купленное оборудование в свой форт. Так, это где у нас тут? Подожди-ка, я не понял. Изменить, да? Оружие. Ага, штурмовая пушка Гидра ведет школьный огонь уменьшенными легкими разрывными снарядами с беспрецедентной скоростерельностью. Так, три вращающихся ствола позволяют обстреливать позиции врага с залпами по три и более выстрелов. Гидра имеет ограниченную точность, но благодаря бесперерывному огню подавляет большинство оборонительных систем врага. Эффективно против техники и живой силы. Так, я хочу ее поставить, ребята. Вот сюда. Так, Талоса мы с тобой поставим сюда. Пушку Василиск вот сюда. Блин, еще одну пушку Василиск. Окей. Так, это у нас что такое? располагайте. Что я могу тут располагать? Сервисы. Так, баллистический радар и заживляющий излучатель. Вот, к примеру, да? форт. Так, погоди-ка. Ага. Мы можем с тобой менять форт, как захотим. Так, это стандартный, это с дополнительным вооружением и более прочными стенами. Форт с усиленной обороной и более мощной системой энергоснабжения. вот такой вот если взять. Я могу его применить? Ну-ка, проверим. Могу. Предположим. Так. Оборона форт. А больше еще не могу сделать, а бонусы. А вот сюда то что поставить я могу? Вот видишь, у нас тут защита. Может быть еще чего-то не хватает? Пока. Ладно. Вот так пока сделаем. Наверное, да? Ну что, готово? Попробуем, друзья мои, сразиться. Обнаружена цель. Подземный склад крюксов выглядит очень слабо защищенным. Давайте захватим его. Каждый отнятый у крюксов снаряд это спасенная жизнь. Так, у него тоже есть такая пушка, да? Короче, наводим сюда. Так, здесь пускай будет такое, а вот здесь залповый огонь по 9 выстрелов обязательно. Так, а здесь шоковый снаряд сюда. Здесь мы сделаем вот так. Ну что, поехали? Попробуем. у нас проблемы со снарядом или что? Так, бомбим. А это пушка вообще стреляет у нас или нет? Оу-оу-оу-оу-оу. Блин, надо было брать гаубицы наверное, да, все-таки нам? Что-то очень много здесь промахивается. давай-ка мы выключим. Так, человечка дико иди сюда. Ё-моё, сломали пушку мне, а? Есть. Отлично. Так, что нам дальше делать? Блин, сейчас еще одну пушку мне сломают, а? Трындец. Давай сюда стрелять. Так, успеем мы починить, а с тобой? Есть. Контакт. Блин, они же сейчас починят. Ну, успели, блин, починить, а ты посмотри. Это жестко, конечно. Так, нам нужно с тобой вот эту еще пушку ликвидировать. Так, гаубицы, пускай бомбит туда. Это у нас сюда наяривает. Так, а это будет вот сюда бомбить. Ну. Да, что-то как-то все пушки не починили, понимаешь? Так, мы сейчас с тобой вот эту разнесем, по-моему, да, в хламину. Если попадем еще залпом, то мы ее вырубим. Есть. Так, этот чинит. А у меня всего один. Понятно. Давай сделаем вот так вот. Блин, я не смогу, наверное, здесь ничего сделать. Хотя мы не даем здесь ничего сделать, да, восстановить. Так, а если мы, например, с тобой пока переключим вот сюда вот гаубицу, этих пока будем с тобой оглушать, блин, все, у меня последнего человечка уничтожили сейчас только что. так, так, давай-ка вот сюда попробуем теперь бомбить. получится, получится, как думаешь, уничтожить ее? Промахиваемся. Ну, да е-мое, гаубица промахивается, понимаешь, вот сюда вот, она не может лупить, 75%, это не так мало. так, тихо, гаубица, нам нужно вот сюда теперь бомбить, потому что тут, смотри, ааа, он, смотри, он лечится, так, оглушили, слишком много промахов, вот здесь вот, смотри, мы, опа, попали, неужели? Так, здесь, в принципе, неплохо мы контролируем, эта пушка, ну, не дает ему тут особо расстроить все это дело, да? Видишь, да? Она залпами сносит. Ну, вот это вот меня ерунда смущает, надо ее сносить. Так, может быть, нам здесь как-то, не знаю, какие тут у нас есть, осколочная бомба, попробуем осколочной бомбой. Так, тихо, 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 там опять выстраивает. Ну, попади ты, е-мое, сейчас восстановит же пушку себе. Она вообще не хочет стрелять. Промах, промах, промах и промах. Триндец, парень, что ты там радар-то чинишь? Ты иди вон, чини вот эту вот штуку лучше. Так, гаубица, давай-ка мы с тобой вот сюда вот зарядим, а? промах. Я ничего не могу сделать, промахиваемся. Так, 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 куда они там убежали? Ага, лечиться. Предположим, мы с тобой это подбили. Давай дальше вон туда бомбить. Ох, е-мое. Гаубица, ты будешь бомбить? Как ты долго там, все-таки подготавливаешься. В мясо. Так, а у него походу все, ребята, закончились солдатики, кстати. У меня тоже. Хе-хе. У меня тоже закончились солдатики. Так, давай вот сюда теперь бомбить. Никто их не восстановит. Теперь можно спокойно расслабиться. Ну, давай все-все-все пушки вот сюда переносим. Давай бомбить. Триндец, добомбились. Окей. Сейчас посмотрим, он сколько там, 9 зарядов будет делать, да, по-моему? Сейчас проверим. Три, четыре, пять, шесть, семь. Да, 9 снарядов, ребята. выпуливает. Так, теперь можно переключить на обычные снаряды и уничтожаем с тобой уже вот эти вот помещения, которые внизу, 60 процентов. Так. Можно здесь ускориться, кстати. Е-е-е! Неплохо, я тебе скажу. Они не ожидали нападения из давно заброшенного форта хищник. Мы закрепим преимущество. В пределах досягаемости Крюксовский завод легких разорвных боеприпасов. Это наш шанс нанести неожиданный удар по линии снабжения Крюксов. Нажмите кнопку измените в верхнем левом углу, чтобы выбрать форт. Чтобы удалить установленное оборудование, притащите его из форта. Да, нифига себе. Орден Золотого Льва. Плюс 100 кредитов, плюс 20 опыта и плюс 2% вероятность получить бонус. Да, не кисло. Ну что, дорогие друзья, давайте с вами на этой ноточке закончим пока. Если вам понравился топ, поддерживающий меня лайкосиком, пишет комментарий и мы продолжаем дальше. А на этом все. Всем пока и до скорого.